Открытие нового плавательного бассейна в Кандалакше и дальнейшая судьба исправительной колонии номер 20 в поселке Зеленоборский. Эти темы стали основными во время рабочего визита главы Мурманской области Марины Ковтун в Кандалакшский район. Долгожданный бассейн в Кандалакше начали строить пять лет назад. Первоначально его ввод в эксплуатацию был запланирован на конец 2012 года. Сдача объекта затянулась и контроль над ходом работ полностью взяло на себя региональное правительство. Сейчас практически строительные работы завершены. Он строился полностью за средства областного бюджета. Его стоимость превышает 120 миллионов рублей. И по сути дела область свои задачи выполнила. Сейчас объект будет передан в муниципальную собственность. В ходе своего визита в Кандалакшу глава региона лично убедилась в финальной стадии завершения строительства. На объекте сейчас ведутся работы по внутренней отделке, монтажу вентиляции, прокладке канализации. К концу марта бассейн уже должны ввести в эксплуатацию. Строители нас заверили, что не подведут в этот раз. Но оформление всех документов, потом оформление в собственность, потом передача из областного собственности на уровень района, это занимает достаточно длительное время. До 1 сентября и город, и район сделают все, чтобы бассейн уже принял первых посетителей. Это первый такой крупный спортивный объект в центре города, вот в центральной части. У нас единственный дворец спорта, это Нива-3, это отдаленность от двух районов основных, вы знаете, три района в городе. Так вот, сегодня появляется первый спортивный объект в центральной части города. Завершился визит губернатора в Кандалажский район встречей с жителями поселка Зеленоборский. В числе наиболее острых вопросов судьба исправительной колонии номер 20. В поселке ходят слухи о ее предстоящем закрытии. Однако, временно исполняющий обязанности начальников СИН по Мурманской области пояснил, увольнений не будет, речь идет лишь о перепрофилировании учреждения.